приветствую драгоценные видите скажите что вера покаялась просто мне так захотелось мне много этих покрывал русско-христианских драгоценные это русско-христианские покрывала и просто они меня лежат зря поэтому я решила их пока одевать друзья буду говорить о русском паспорте драгоценные я вчера прочитала комментарий я молилась и бог мне ответил бог вразумил меня друзья я уверена что эти вопросы мне именно задали православные братья или сестры о русском паспорте что там есть сатанинская символика и что там есть человеческое число драгоценное да хоть там будет весь ад мы что мы видим только я уверена что это православные потому что православные братья и сестры вы очень много преувеличиваете у вас все наоборот друзья потому что вы поклоняетесь мощам вы поклоняетесь образом сотворенным фотографиям которые висят на стенах церкви вы свечи ставите вы молитесь а то что надо вы не делаете а делаете то что не надо у вас языческая вера православная это языческая вера да есть богобоязненные есть которые обратились от язычества в правильной вере в бога иисуса христа но это я буду о паспорте говорит я молилась и бог не открыл у нас смотрите на долларах тоже символика сатаны глаз такая пирамида и там глаз все видящие оку сатаны и что там написано ведь раз ингад мы верим богу деньги это мамона ну а без них нельзя на земле а когда поставлять печать антихриста смотрите что в библии написано на лоб или на правую руку печать антихриста будет на правую руку или на лоб а паспорт деньги что сатана иисусу сказал когда он из пустыня был искушенный господом после водного крещения сатана показал ему все друзья если это ваша русская покрывалась меня сейчас падет смотрите а вы мне не даете поправлять его вы говорите что я на себя в камеру смотрю поправляю сейчас вы мне будете вместо того чтобы слушать слово божие вы мне будете писать что тут нужно невидимку и тут и тут и смотрите что творится лучше вот так уже проповедовать видите вот какая ваша косыночка русско-русско-христианская ладно драгоценные сатана иисусу показал всю царство всю славу друзья я не могу так говорить не нравится мне это ваша русская покрывал косыночка и что в пустыне сатана показал иисусу все царство всю славу и сказал я кому хочу тому и даю это если ты почти поклонишься мне то я это тебе дам дурачок сатана да безумный как он мог такое даже подумать он и так все божие это все небо земли под престол мой бог говорит а земля под ножей ног моих это все что на земле под землей преисподними и все это все больше это бог сотворил все что есть это все сотворил господь оно и так все божие сатана не только страх и стыд потерял и что и рассудок потерял и разум поэтому все что на земле это это не наши друзья это все принадлежит сатане все буквально ну как тогда деньгами не пользуйтесь если вы не боитесь пользоваться русским паспортом потому что там сатанинская символика на деньгах сатанинская символика везде на каждом на всех товарах сатанинская символика где проходит через кассу и там пикает это что если вы этого всего боитесь это не печать антихриста которая будет на руку или на лоб будут прямо ставить печать во время во время антихриста когда будет антихрист править на земле и тогда будет его число печать его на лоб или на правую руку а все что на документах драгоценные пускай у нас там себе молюют пускай у нас себе там будет вся сейчас это все что сейчас на земле это все за то не принадлежит все буквально и бог это знает драгоценные а главное то что в сердце у нас любыми врагов прощаем ли мы обидчиков молимся ли за поклинающих и обижающих за это мы должны переживать не за паспорт в каждой стране есть эти символики сатанинские на всех документах и у нас на деньгах и на всех документах а как мы будем жить без документов бог это знает он да он скоро выведет своих в пустыню какое-то место как ноя на ковчег бог захотел что вновь построил ковчег и он там спасся от мира сего друзья а мы пока в мире всем живем не надо бояться паспортов потому что там сатанинская символика надо бояться сатанинскую символику в сердце у нас друзья здесь в сердце мы должны бояться сатанинскую символику в разуме есть сатанинская символика извращение извращенный разум к познанию истины православные братья и сестры мне бог послал вам проповедовать я не знаю почему я не готовилась меня не было такого запланировано в моей жизни просто я увидела пару месяцев назад около трех месяцев как я просто начала проповедовать православным если бы мне раньше сказали наверное бы не согласилась меня другие были ведения и планы а бог меня к вам послал так что я вам говорю то что бог говорит то что бог открыл не надо валяться паспорта символить и символикой сатаны нет когда написано будет печать антихриста и кто ее не примет тот не сможет не купить не продать ничего друзья а как вы будете без паспорта жить вас просто в тюрьму посадят если вам сказали покажите ваши документы мы хотим знать кто вы откуда если друг случайно где-то полиция остановить на этой земле есть паспорта помните когда иисус родился и маленький чтобы а еще когда мария была беременна и шли надо было идти в область там до чтобы записаться это все это все земное друзья не надо бояться перепись было давно еще мы библии библии по библии видим когда иосиф и мария беременно шли в город потому что там нужно было записаться кто они тут тогда бумажки какие-то выдавали сегодня мы уже уже продвинулись вперед самолетов тоже раньше не было да и телефонов раньше не было много чего машин раньше не было интернета раньше не было друзья все что на земле это все не наши это так понятно что это все с символикой сатаны это все сатанинское главное правильно этим пользоваться правильно этим распоряжаться ножом можно зарезать человека и ножом нужно хлеб резать по телевизору можно проповедь слушать и библию до включать и смотреть и читать и читать по телевизору по интернету включить можно проповедь и слушать ее какого-то проповедника божьего а можно смотреть сериалы или порно смотря как мы пользуемся так нам же бог разум дал переключить да есть пульт переключить послушай проповедь включи собрание вместе помолись с народом божьим по интернету так самый паспорт они требуют вот ваш вот вам ваш паспорт как иисус сказал помните когда его хотели как бы запутать его хотели когда он сказал спросили или нужно давать платить и подать он сказал покажите мне монету они показали иисус просит чья изображение они сказали кесарова да вот он сказал кесарова давайте кесарю божию богу хотят в россии такой паспорт это там же это же вам не на лоб поставили печать антихриста не на правую руку как в библии написано на лоб или на правую руку а свои паспорта друзья пускай что хочет доставлять хоть уроки сатанинские на небо поднимемся паспорт останется на земле не бойтесь на тело бойтесь ставить сюда или сюда или в разум или И в сердце печать Антихриста и число зверя. А на документах пускай ставят, на деньгах пускай ставят. Написано, что даже смертоносно ее выпьете, и вам не повредит. Написано, если вы на базаре, на торге покупаете мясо, то вам не сказали, что оно идоложертвенное. Мы благословляем и кушаем. Друзья, это в Библии написано. А если мы на торге покупали мясо, и нам сказали, что это идоложертвенное, мы не должны его ни кушать, ни покупать. А если мы не знаем, то мы благословили и кушаем. Так само пускай эти свои символики хоть где ставить, хоть у себя на лбу. Они сейчас везде, друзья. Сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Нам это не важно, нам это не страшит, что где-то что-то есть. На одежде, если есть сатанинская символика, мы ее не покупаем и не одеваем на себя. А паспорт, он необходим в стране. Такой закон. Так что будьте свободны, друзья. Главное, живите по Божьему слову. Главное, не молитесь. Написано, не сотвори себе кумира и никакого изображения. Не поклоняйся, не служи и не поклоняйся. Если у вас нет паспорта, потому что там сатанинская символика, а вы поклоняетесь фотографиям, мощам святым, напридумывали себе разных матрон, и Николаев, и Серафимов. И всех подцепили на сцены церковные. И все молитесь. А тех святых, которые в Библии, я все имена их знаю. Тех святых, которые в Библии, я их всех знаю, друзья. Потому что я Библию изучала. Я три библейских колледжа закончила. На отлично. Я изучала все местописания. Я изучала весь Старый Завет и Новый Завет. Изучала, сопоставляла Старый Завет на Новый и Новый на Старый. И еще на отлично закончила библейскую школу. Три. Поэтому все эти фотографии, которые висят на церковных стенах, ни одного нет в Библии, кроме Матери Марии и Иисуса. Остальные все придуманные. Может, через сто лет меня поцеплят тоже на церковную стену. Меня и вас. Вот. И скажут, она святая, ей нужно поклоняться. Друзья, Боже, упаси, такое делать. Никакой Матронушки. Вот передают там на интернете Матронушку, она счастье от Дом приносит. Так ты живешь, грешишь, пьешь водку, ругаешься, куришь, блудишь. И зато Матронушка тебя в углу там бесит, да? А счастье от Дом приносит. Друзья, ну как можно быть такому безумному, в такое верить? А всех святых, настоящих святых, 12 апостолов, их имена, библейские святые пророки, их имена нету на церковных стенах. Почему? Почему библейских святых пророков нету на библейских стенах? Нету Ноя, нету Авраама. На библейских стенах нету Авраама, Ноя, нету Моисея, Иосифа. А потом, как же звали, который был в проказе? Друзья, забыла, вот такое имя популярное, который в проказе был. Сатана пришел к Богу, и они о нем спорили с Богом. И Бог ему, Бог Сатане позволил, сказал, ну делай с ним, что хочешь, только душу не трогай. Друзья, его нету на библейских стенах, нету Иакова, Ильи нету на библейских сценах. Почему нету? Это же святые, настоящие, библейские. Почему им не поклоняются, а поклоняются тех, которых нету вообще в Библии? Откуда они их взяли? С каких книг? Друзья, хорошо вы мне говорите, что в каких-то там книгах православных, я не помню, как вы их называете, они есть. Так, самая высокая книга, это Библия, самая святая, самая правильная. Это Библия. И все святые, которые были от начала сотворения мира, они в Библии перечислены. И от прихода Иисуса Христа, тоже в Новом Завете перечислены. Ни одного нету в церковных храмах, на стенах. Их нету ни одного. Почему, вы подумали, почему? Почему этих святых, настоящих, самая верная книга, Библия, из всех книг, самая святая и верная книга, это Библия. И вы их подцепите себе дома, дома у себя обвешайте портретами всех святых библейских, все сцены, все спальни, в зале, на кухне гром. И что, и поклоняться им, молиться? Так вы в ад пойдете, друзья, если мы будем святым молиться. Самый святой в Библии, это Авраам. Мы называемся дети Авраама, Исаака и Иакова. В Библии так написано. Дети Авраама по вере. Он отец веры, написано. Авраам, он отец веры. Потому что он поверил Богу в невозможное. Где портрет Авраама в церкви нету? Это самый святой человек в Библии, в битии, веры, христианства, всего, православия, католичества, христианства. Самый святой это Авраам, отец наш Авраам, отец веры. Его нету в церковных храмах, друзья, правильных, всех святых нету. Вы заблуждаетесь, драгоценные, и вы уперлись, и спорите со мной, и пишите мне, и я провожу пустую время с вами. Я на такие комментарии отвечать не буду. Смотрите, все вероисповедания взять. Буддизм, мусульманство, православие, иеговисты. Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я есть путь истинный. Иисус сказал, я есть дверь в небо, я есть дверь к Отцу. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Потому что никто из пророков, никто на земле, ни со всех святых, никто не пострадал на кресте. Да, вы говорите, что многие вам открываются, многие вам являются. Вы какие-то там свитки и понаходили, это мусульмане так говорят. А кто пострадал на кресте? Адам и Ева, первые люди, потеряли славу Божию, потому что не послушались Бога, искусили запретный плод. А написано Иисус, друзья, написано Иисус, второй Адам, который пришел, чтобы искупить мир, все это вернуть. Мы, поверив Иисуса, возвращаемся сейчас, поверив Иисуса, мы живем во славе Божьей, как Адам и Ева жили вначале во славе Божьей. Только Иисус один, со всех святых, со всех пророков, один Иисус Христос пострадал за человечество. Никто больше не пострадал, ни один пророк, ни один святой, чтобы какие бы они дела не творили, и святые, и вы их целуете в церкви, но только Иисус Христос пострадал, искупил мир, то, что потерял. Первый Адам, второй Адам, Иисус написано в святой книге, она всемирная Библия, самая святая книга книг. Святое святых, со всех святых книг, самая святая книга Библия. И там написано, что один только Иисус Христос пострадал, и мы только Его должны целовать и Ему молиться. В духе, ни портрета, не надо Иисуса Христа целовать. Иисус Христос умывал ноги своим ученикам. А что сейчас в православных церквях? Батюшкам целуют руки и ноги моют, и туфли целуют. Иисусу не целовали ни руки, ни ноги. Иисус целовал руки людям. Он ел и пил с митарями и грешниками, чтобы их привести к покаянию. А его батюшки православные осуждали. Драгоценные. Я так чуть-чуть коротко. Другой раз. Это я в общем рассказываю бытие. Правильную истину. Вы скажете, откуда я знаю. А я изучила. Изучаю, изучила Библию. Старый завет и Новый завет. Изучала и изучаю. Поэтому я знаю истину. Не надо целовать фотографии. Берите, целуйте вашего умершего сына или мужа. Поставьте портрет его, целуйте и молитесь ему. Это вообще сумасшествие. Не надо святым, библейским, правильным святым. Не надо Аврааму молиться. Не надо Моисею молиться. Иакову не надо молиться. А никакого Серафима и Николая Угодника и матушки Материны по мини нет. Друзья, поверьте, я вам говорю. Это выдумка. Дьявол, чтобы вас отвлечь от истины. Чтобы вас извратить от правильного верования Богу. Всех бросьте, святых. Только одному Богу молитесь. Иисусу Христу. Иисус учил молиться Отцу Небесному. Во имя Иисуса Христа. Во имя Его. Мне так больно, когда я вижу в интернете неправильное служение Богу. Православные поклоняются, целуют мощи, под столом там лазят. В каком-то тазике в Балии умакают ногу, трупную ногу отрезанную, а потом эту воду пьют. Друзья, ну что это? Это же сатана издевается над людьми. Трупную ногу, которую там мочат, купают в Балии, а потом люди набирают себе воду и для исцеления ее пьют. Друзья, это же извращение разума. Разве Богу такое угодно? Почему? А то вы уверены, что это нога Иисуса Христа? Но если вы скупаете ногу Иисуса Христа в воде, а потом ее пьете, зачем это делать? Сразу лучше к Иисусу взывать. Он пострадал. К нему поднимать голову в небо и молиться Иисусу. Зачем трупную ногу умакать в Балии, а потом пить эту воду? Друзья, это сатана вас... Фу, аж сейчас вырву. Запутывает. Извращает вас от истины. Почему человек такой податливый к заблуждениям, к обольщениям, к ересям драгоценные? Поднимайте голову в небо и Богу молитесь. Посмотрите, что сейчас творится. Люди способны верить какой-то лжи. Люди больше верят лжи, чем истине. Потому что здесь нету Духа Святого в разуме. Как не имели Бога в разуме, то Он что, предал их постыдным? Делам. Нужно иметь Бога в разуме. Понимать Его. Понимать, что Бог, Он на небе живет. Он пострадал и искупил человечество. Только Сын Божий, Иисус Христос, единственный пострадал на кресте. Больше никто искупил человечество. И только Ему одному нужно поклоняться. И Его Отцу Небесному. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, всех вас люблю. За паспорт сказала. За жену сказала. Не нужно разводиться. Не нужно мужу отказывать. В интиме. Если это по желанию, по обоюдному. Это Бог создал. Не надо печать принимать сатанинскую сюда, на лоб, в разум и на руку. Без этого, помни, написано, что кто не примет эту печать, то нельзя будет ни купить, ни продать. Так Бог нас убережет. Конечно, мы не примем эту печать. Друзья, а при чем тут паспорт? Без печати мы не сможем ни купить человек, ни продать ничего. А паспорт тут вообще никакой роли не играет. Пускай хоть там роги сатанинские ставят. Это ихний паспорт. Ну, замотайте его в кулечек и в сумочку положите. Потому что без паспорта уже нельзя, друзья. Ну, драгоценные, надо быть крещеным Духом Святым. Написано, что Дух Святой, когда Иисус воскрес, Он сказал, что я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого, Который научит вас и наставит на всякую истину. Видите, а без Духа Святого мы не понимаем, что, к чему и как и почему. Дух Святой, Иисус сказал, научит вас и наставит на всякую истину. И будущее вам возвести. Дух Святой. Без Духа Святого написано, нельзя понимать Писание самому. Друзья, в Библии написано, в вашей и моей, что без Духа Святого нельзя разрешить Писание самому. Только Дух Святой нам открывает истину. Слово Божие, которое уже... Поэтому без Духа Святого вы и молитесь портретом, фотографиям, которых нету и не было. И в помине. Никаких Николаев, угодников, никаких Матрон, никаких святых, которые в церкви. Это все выдумка, ложь. Слышите? Это ложь. Это Бог говорит, Дух Святой говорит. Они ложь, ложные Боги. А вы им молитесь и идете в ад, драгоценные. Прекратите это делать. Не ставьте свечи, не молитесь портретом тем, которые в церкви. Потому что они не библейские. А самая, я уже сказала, святая книга, это Библия. Правильная книга из всех книг. Православных, католических, мусульманских, всяких. Самая верная и самая правильная Библия. И все святые описаны в Библии. Я вам всех их наизусть знаю и уже сказала. Поэтому обратитесь к Богу живому. Правильному Богу, к праведному. И примите дар Святого Духа, чтобы вам понимать и различать истину. Аминь.